Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Приветствуем вас из подмосковной Балашихи. Здесь сегодня также возобновляется регулярный сезон континентальной хоккейной лиги. Да, несколько матчей уже было сыграно вчера, но в частности вот Авангард и Нижегородская торпеда сегодня проводят свою первую игру. На льду обеих команд. Пагин слева, бросок и здесь некому справа добить уже у торпеда. Шеребзянов сыграл Насошникова и Никита побежал вперед. Ну вот тут постепенно начинают меняться. Телегин уже катился вдоль синей линии, чтобы не залезть в нее. А вот опасный момент. Милли и шайба в воротах Энди. Милли открывает счет в этом матче. Кенни Агастина с результативной передачей. Предпочтительней, хотя и супер момент был у Авангарда. Да, ну и вот еще раз шайба Энди Милли, Агастина с передачей. Милли с неудобной подштангой. Ну и отметим, что как раз Светберг находился справа из защитников. Видно, что он еще пока не влился в игровые схемы Авангард. Сейчас набирает очки уже получается в семи матчах подряд. А здесь Якупов и вот бросок Прохоркина. И там попытки добить, но нет. Давайте посмотрим. Вот этот момент. Емелин на пятак отдает. Вот Якупов здесь, его дальше Прохоркин. А, это сейф. Это сейф Петра Кочеткова. Вперед Нижегородцы. Хривик налево Белевичу. Белевич Тинулина подключает. И Тинулин не сумел переиграть. Шимона Грубеца, хотя момент был очередной очень хороший. Вторая проблема Тинулина была, что слишком много решений у него было в голове. Он до конца не мог определиться, как он будет завершать. И мы видим, сколько движений наделал. В итоге Грубец его в этом игровом эпизоде справляется. Гирицук, по большому счету, наверное, один из двух. Вот реализация Торпеда. А вот здесь Кочетков останавливает Кирилла Семенову, у которого персонально только два момента уже сейчас к этой минуте. И если в первом случае не хватило точности, не попал в створ, сейчас уже Кочетков выручил. Нельзя считать заблокированным броском, да? Поскольку шабы из лицевой прилетела миля в касание. Добивание! Гол! Это Иван Чихович. И это 2-0, реализованное большинство нижегородцами. Даже если не спортивное поведение, то это не было каким-то нарушением, которое необходимо было совершить, чтобы спасти свои ворота, да? Ну а возвращаясь вот к этому голу, отмечаем снова Чиховича, его бросок с пятака. Ну и снова все те же люди. Агастина, Жофяров, Ленстрем, вот они все, первая бригада большинства. И в итоге гол. Между прочим, Чихович так потихоньку, потихоньку, а уже 14-я шайба. Рядом Сибириным оказался, и вот здесь шайба снова авангарда. Прохоркин, гол! Николай Прохоркин отыгрывает одну шайбу. Ну вот здесь торпедовцы так уже как будто бы собрались в атаку, а шайба-то осталась в их зоне. И вдвоем Якупов и Прохоркин остаются против одного Мартынова, и Прохоркин дальше отправляет шеф в ворота. Якупов с результативной передачей таким образом. Ну и вот Николай Прохоркин, его статистика седьмой. Гол. Понял. Очень резкий и сильный бросок. А вот здесь Якупов один из неудобных на Иль Якупов под перекладину. Да, вот момент получает на Иль. Шайбу один перед воротами вроде бы, но спиной к воротам. Что делать? Мне вот интересно, где был Мартынов? Чем он занимался? Почему один Якупов на пятаке? Вот мы видим, откуда ты с угла пробегает Мартынов, хотя шайба была в противоположном углу. Те игроки, которые забивают и создают моменты. Ну там еще Кирилл Семенов, тоже мы помним, создавал. Но вот от этих парней мы ждали, наверное, два периода. И вот сейчас они тоже начали всерьез угрожать воротам. Но бросал, правда, нападающий от защитника мячу Ребзянов. Но все равно было вполне себе неплохо. Не, ну в целом отличный розыгрыш в исполнении мячей. Так, и здесь Хривик. Направо перевел Орлову. Бросок по воротам попадает шайба в Емель. А дальше Грубец не сразу, но все-таки накрыл шайбу. А там и рикошет был опасный, а чуть ворота не отлетело. Да, но Шимон Грубец сумел справиться. Вроде бы вывел в среднюю, но прям на крышку Сошников. С другой стороны Сошников просто отбросил шайбу и на смену отправился. Ой, какая ошибка здесь может в опасный момент. Толчинский на телеге наскачет шайбу, так и телеге не сумел подстроиться и бросить. Смотрим, вот здесь ошибка. И Толчинский вот от... А, тут еще рикошет от защитника. Взлетела шайба от Марка Марина в воздух. Телегин так ее ловил. Опускал на лед, но... Тут уже бросить не получилось. То есть хребек же от Фиарфа и Ленстрем. Ну и вот, на, передача на Грицука. Грицук кремется к ворота, вышай на ворота. Арсений Грицук. Ну, смотрите что. Рекорд в составе сборной России. 14 секунд на гол. И второй победный гол в этом сезоне в матчах Авангарда и Торпеда. 1-0 в Нижнем Новгороде с голом Арсения Грицука. 3-2 в Балашихе с голом в овертайме Арсения Грицука. Вот так. Поздравляем Авангард с тяжелой победой. Поздравляем Грицука с такой важной шайбой. И все-таки, наверное, это продолжение того, что он был вызван в национальную сборную. И все-таки, конечно, любой игрок будет на подъеме. Ну и поздравляем Нижегородцев. Забоевать, прежде всего, завоевать очков такой встречи против такого сильного соперника на их поле тоже дорогого стоит.